Они устали. Устали от вынужденной бытовой неустроенности, от страха за свою безопасность. Устали обивать пороги чиновничьих кабинетов. И слушайте за дня в день многочисленные и ничем не подкрепленные обещания должностных лиц. Жители дома номер 7 по улице Советской доведены практически до отчаяния. Уже два месяца они ждут ремонта стены, обрушившейся в марте этого года. Событие прогремело тогда на весь город и упоминалось даже в федеральных СМИ. Власти официально признали ситуацию аварийной, но устранять проблему до сих пор никто не спешит. Жители, ну правда, уже доведены до такого отчаяния. Причем, мне кажется, морально некрасивая ситуация. Половина жителей многострадального дома с марта живет без газа. После обрушения стены два подъезда попросту отключили. Трубопровод оказался слишком ветхим, недалеко было до беды. Возобновить подачу голубого топлива можно лишь после ремонта, оплачивать который некому. Управляющая компания с озвученным названием Центр инновационных технологий на днях в одностороннем порядке расторгул договор с жильцами. Куда делись собранные из людей деньги, которые, по идее, должны аккумулироваться на счету дома, осталось тайной за семью печатями. Счет управляющей компании арестован. Отчет требовали жильцы, и я тоже предлагала прийти управляющей компанией, вот как раз 29 числа отчитаться. Они не появились. И мы не в курсе, куда ушли наши денежки. А на днях на дверях подъезда в Дума появились объявления. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города информировал жильцов о проведении общего собрания собственников. Центральный вопрос повестки – выбор новой управляющей компании. Кандидатов двое – ООО «Октан» и ООО «УК Дома в порядке Центр». Это единственная организация, согласившаяся взять управление домом в свои руки, пояснили во второй в ходе встречи с жителями представители администрации. Обе укашки настаивают на серьезном трех-четырехкратном увеличении тарифа по строке содержания. ОКТАМ предлагает собственникам квартир платить по 40 рублей за квадратный метр, дома в порядке Центр и вовсе по 55. Встречу жильцов с представителями управляющих компаний решили провести в пятницу, 8 июня. Они ко мне приходили, я им объясняла, что они должны прийти, что они должны вот прям каждую копейку рассказать жителям, за что они будут платить. Соответственно, вот 8 июня мы увидим, что у них заложено в этом тарифе и в каком объеме. Людей предложенные тарифы по понятным причинам повергли в ужас. Большинство собственников – это люди преклонного возраста, живущие на одну пенсию, говорит старшая по дому Екатерина Малышева. Платить по полторы-две тысячи рублей только по строке содержания им не по карману. 72% стариков, доживающих свой век в этом доме, понимаете, они не могут платить такие бешеные суммы. То есть получается, ты заплатил за квартиру, а есть тебе не надо. В департаменте ЖКХ соглашаются. Тариф высокий, даже слишком. Но тут же поясняют, жильцы в состоянии добиться его снижения, отказавшись от некоторых необязательных с их точки зрения услуг. В конце концов, собственники могут и самостоятельно выбрать себе управляющую компанию, заявляют чиновники. Благо, закон их в этом не ограничивает. Если бы все было так просто, грустно улыбается в ответ Екатерина Малышева. Если даже я появлялась или делала звонок, произнося улица Советская, дом 7, ой-ой-ой, спасибо, спасибо, извините, нам таких проблем не надо. Как бы там ни было, выбирать управляющую компанию, жильцам многострадального дома все-таки нужно, настаивают в департаменте ЖКХ. В первую очередь для того, чтобы отремонтировать поврежденную стену. Средства на соответствующие цели предусмотрены. Их выделят из резервного фонда главы города. Однако получателям денег может выступать лишь УК. Если же собственники заортачатся, тогда управляющую компанию выберут уже без их участия, заявляют чиновники. Администрация города выставит бесхозный дом на конкурс и будет выставлять его до тех пор, пока не найдется хоть какая-нибудь организация. У нас есть дома, по которым мы по 5-6 раз объявляем конкурс, и у нас управляющая компания не выходит. Действующее законодательство говорит, что мы 125 раз, условно говоря, будем проводить эти конкурсы до тех пор, пока не выйдет кто-то. В администрации города заверяют, как только жильцы дома 7 по улице Советской заключат договор с новой управляющей компанией, ремонт поврежденного участка стены будет выполнен в кратчайшие сроки. С другой стороны, возникает вопрос, а что мешает муниципальным властям, в чем в виде неформально сейчас и находится здание, самим, без посредников, озаботиться вопросами восстановления. Не будем забывать и о том, что речь идет о памятнике архитектуры федерального значения. Почему администрация не пыталась договориться о финансировании работ с государственными структурами? Ответов нет. Собственники квартир убеждены, необходимо привести в порядок заказенный счет не только поврежденный участок стены, но и весь фасад здания. В противном случае обрушение может повториться. Заявка на капитальный ремонт и необходимый пакет документов подавались неоднократно, говорит Екатерина Малышева, и всякий раз жильцы получали отказ. У нас с 16-го года капитального ремонта в плане отодвигают и отодвигают только из-за причины, что якобы мы не платим. Мне было это озвучено. Озвучено в областном фонде капитального ремонта. Обвинения в недостаточно высокой платежной дисциплине звучат как минимум странно, говорит Екатерина Малышева. Из 58 квартир в должниках числится лишь 4, да и с теми ведется работа. Возможно, после обрушения стены дом все-таки удастся включить в программу капитального ремонта на следующий год, отмечают в департаменте ЖКХ. Отмечают, правда, без особой уверенности. У нас денег меньше, чем домов, которые должны проводиться ремонт. Вот я сегодня только была в фонде рекоператора, мы сегодня этот поднимали вопрос. То есть там своего рода будут, ну, как говорится, конкурсы. Критерии, по которым мы будем отбирать дома. Да, мы приложим все силы, чтобы включить этот дом, но 100% гарантии дать точно не могу в этом отношении. В общем, пока света в конце тоннеля, жителей многострадального дома не видать. Фасад не отремонтирован, газоснабжение не восстановлено, управляющей компании нет. Зато есть перспективы оплачивать услуги по завышенному, прямо-таки золотому тарифу. Денис Иренов, Антон Шишкин, ТВ Тверь.